Это мать его торсит, мне, блядь, нужно быть мошки. Если вы заметили, он очень сильно хайпанул и набирает большое количество просмотров даже сейчас. И после этого видоса ко мне опять же налетело очень много людей в директ. Очень много людей написало, что вот Лил Мортис плагиатил. Я уже все послушал, и да, там на самом деле схожесть трека почти стопроцентная. Инструментально, да и даже читкой немного, если честно, похоже. Да даже не немного, но я вам сейчас все покажу, вы сами все увидите. И еще, ребят, кого я еще не прочитал в директе, я обязательно прочитаю и отвечу вам. Потому что, ну, я принципиально всем отвечаю, чтобы никому обидно не было. Сначала перейдем к фараону, и мы посмотрим фараона и послушаем его как следует. Так, ребят, не скипайте, вы знаете, как это важно для моего канала на данном этапе развития. Хочу вам посоветовать вот этот вот канал, Тромзи Пэт, где абсолютно прозрачные и честные прогнозы на спорт. Где будут публиковаться как выигрыши, так и проигрыши. Канал сейчас набирает свою целевую аудиторию, и если вы планировали выйти на новый заработок, на дополнительный заработок, и хотите, чтобы вам в этом помогли, то переходите по ссылке в описании. Там не будет никаких продаж ставок за деньги. Я уже у администратора все узнал. Он мне написал, что там не будет никакого обмана, никакого наеба. Все честно в открытую. Только мотивация зарабатывать больше. Еще раз, ссылка в описании. Я вот не знаю, какая фан-база у Лил Морти и закидает меня говном после того, как я запишу на него видос этот или нет. Но, скорее всего, закидают, потому что, зная фан-базу русских рэперов, они довольно хуево относятся к критике в сторону их кумиров. Поэтому мне сейчас придется будет либо как-то аккуратно подбирать слова, чтобы меня не закидали говном. Меня по-любому закидает говном. Потому что я не знаю, как тут можно будет подбирать слова. Ну, в общем, я иногда буду врезать по 7 секунд. Звучат будет очень хуево, особенно для вас. Будете слышать отрезками. Я это специально делаю, чтобы на меня не налепил YouTube авторские права. Иначе мне тупо не будут капать деньги. Но это же понятно. Типа, каждый ютубер занимается этим, чтобы заработать деньги, там, просмотры и так далее. Я просто хочу сказать вам об этом честно. Поэтому, возможно, я буду вырезать, чтобы мне просто YouTube не накинул авторские права. Я сейчас никакая не понимаю, что он там говорит. Подождите, я текст забью снова, блядь. Постоянная рубрика. Тайлер забивает текст. Всегда смарт, я как вода. А, ну, блядь. Возможно, я не услышал, потому что у меня очень тихо сейчас колонки работают, чтобы вам не перебывал звук. А наушники одевать, ну, блядь, мне не в кайф. Не, звучит, конечно, пиздато, да. Да, чё-то ты в этом есть, конечно. Ещё бы я сказал, что в ней звучит пиздато, блядь, потому что пиздос мне бы, пиписька, по дизлайку расхуярили просто. Блядь, и где реклама-то? Я привык смотреть клипы Blackstar и видеть очень много рекламы. А вот этого парнишки пока мне было ни одной рекламы. Неужели он сделал просто музыку для фанатов? Не может быть, блядь. Просто на монетизации, по-честному. Святой человек, фараон, святой человек. Всё-таки фараон, блядь. В маске будто бы я, блядь, даём, риском нету. О, я, кстати, тоже так умею. Недавно научился, блядь. У меня камера низко положена. Ну, в общем, вот так. Ну, надо ещё попрактиковаться, короче. Блядь, сука, я честно скажу, честно скажу, я просто слушаю, просто слушаю, вот, блядь. Просто буду честен. Я нихуя не понимаю, ни слова не понимаю, блядь. Реально ни слова не понимаю. То есть человек, который послушает этот трек впервые, блядь, он просто нихуя не поймёт. Фанаты скриптонита точно поймут это, бля, понятно. Там они уже и древнеримские, блядь. Какой только язык они уже не прочитают. Давно пробитые в этом деле. Даже ни одной рекламы нет, а я привык жрать говно. Не, ну это, ну это диз, диз, диз. Это два дизлайка, это два дизлайка, вот. Давайте, Лил Морти, тогда перейдём. Тут, короче, была премьера, значит, так что мы увидим, что будут люди писать прямо в чате. Давайте сходу сначала почитаем комментарии, мне очень интересно. Всегда смарт я, как вода. Лил Морти, дай домашку списать, фара, только не... А, ну всё, бля, понятно, короче, разъебали его уже и так, блядь. Получается. Ну чё, раз все его разъебают, тогда мне придут лайки, блядь. Ну чего? Чего это? Как так, блядь, смотрите. Типа, короче, трек 4 секунды всего идёт, то есть он даже не начался. А парнишка тут уже пишет, что это смарт. А, ну, наверное, он просто свой трек уже опубликовал где-нибудь в Инстаграме пораньше. Подождите, а сейчас узнаем, когда трек вышел. Я научился пользоваться немного интернетом и знаю, как проверять, короче. Гениус не врёт никогда, ну, вроде не врёт. 21 января. Короче, он, видимо, опубликовал себе уже в Инстаграме, там все запалили уже. Блядь, серьезно? Серьезно? Это же один в один. Мало того, что он инструментал, блядь, спиздил, так он ещё и читку спиздил. Пора он 2 и 0 пишет. Комплимент, чтобы вы понимали. 2 и 0 это значит, ну, типа, новая версия. А что не 2 и 0? Блядь, хуй знает. Может, я чего-то не знаю. Может, они как-то, блядь, друзья с фараонами. Не знаю, фараонами. Да, блядь, даже если это так. Это какая-то хуйня, блядь, если честно. Полная дичь, когда ещё один рэпер делает точно так же, как другой рэпер. Это, блядь, уже не твоё получается. Это ты чьё-то поёшь, можно сказать. Просто подбираешь другие слова. Да я бы хотел сейчас сказать, что инструментал немного меняет. Но мне кажется, он даже инструментал не поменял. Он сделал и фараону тоже, вот этот парнишка, блядь, я его никнейм ни хуй знает, не прочитаю, короче. Короче, ну тут чё-то с фараоном есть. Возможно, вот этот парнишка, вот этот парнишка, и сделал, короче, фараону. А потом сделал и Лил Морти тоже точно так же. А, типа, Лил Морти как к этому отнёсся? Ну, вроде как у фараона. А, ладно, похуй. Бля, очень странная херня эта. Это плагиат, короче, мне пихует. Реально плагиат. Возможно, меня сейчас запинают, нафиг, дизлайками. Но даже если один и тот же битмарь, ну, он сделал сам на себя плагиат. Ну, короче, вы меня поняли, это полнейшая дичь так делать. Если я захочу послушать смарт, я буду слушать смарт. Блядь, у них даже тональность голоса почти одинаковая. В чём фишка тогда этого исполнителя? Блядь, скриньте, скриньте, сейчас дизлайка больше, чем лайка будет, скриньте. Кроме длины волос, я разницы от фараона вообще не вижу, если честно. О, ля, так он, блядь, так он, блядь, петушара оказывается. Только петухи волосы красят. Блядь, реально, я не могу это досмотреть, потому что я не понимаю смысл, я даже не хочу смотреть это, потому что, ну, типа, когда ты делаешь абсолютно одинаковый трек, как у другого исполнителя, пропадает желание просмотреть, ну, видос. Даже смотреть не хочется, потому что, ну, ты, типа, знаешь, что будет дальше. Это такой бред, на самом деле, то, что я сейчас услышал. И это так в открытую. Ну, хотя, вроде как, битмарь одинаковый, но это не точно, конечно, я так поверхностно прошёлся. Но тут даже не обязательно как-то изучать. Это странная херня, типа, это абсолютно странная херня, когда два трека звучат одинаково. Даже если это сделал один битмарь, даже если это всё по договорённости, даже если это, типа, не плагиат. Это плагиат, ну, типа, не плагиат официально. Я лучше смарт тогда послушаю, который вроде и звучит чуть лучше. Хотя хуй знает, они реально одинаковые, я ничего не понял. Что там, что там, я нихуя не понял слова, бля. Я хочу снимать видосики, короче, где буду подбирать сразу много рэп-треков. Ну, вы мне накидали реально очень много рэп-треков там. Или просто обычных треков вокальных, я, блядь, сам вокалист, а снимаю про рэп. Это пиздец, как странно. Просто сунулся туда, где мне не рады, бля. Я собираюсь, короче, собрать несколько рэп-треков, плагиатов или просто похожих. И будем, короче, во время видоса вместе с вами от начала до конца, типа, например, 5 или 10 треков будем, короче, вот так рассуждать. Ну, я буду рассуждать, вы будете смотреть. Но просто я буду делать лайф. Я буду при вас включать их, и моя первая реакция будет на это. Ставьте лайки, дизлайки, как хотите, бля, как обычно, ребят. Подожди, подожди, не вырубай, бля. Вруби колокольчик. Да, врубите колокольчик, потому что это очень важно. Если вы на меня подписаны. Если не подписаны, я никого не заставляю на меня подписываться. Вы знаете, я очень часто это говорю. Ставьте лайки, дизлайки, как хотите. Но если вы на меня подписаны, ребят, пожалуйста, врубайте колокольчик. Я хочу, чтобы, когда я подрубил стрим, чтобы мы все были вместе, рядом, на одном стриме, общались, разговаривали и так далее. Какую-нибудь хуйню творили. Ну, в общем, давайте, пока.